Впервые в Тверской области на территории комплекса Завидова прошел Всероссийский день МАЭС. Это область делового туризма, которая связана с проведением корпоративных мероприятий. Участниками форума стали более 20 крупных компаний и более 80 представителей индустрии гостеприимства. Наталья Чекет продолжит тему. Для туристической отрасли уходящий год стал безусловно сложным. Ограничительные меры, введенные внутри страны, так и за ее пределами, сказались на работе индустрии отдыха. Однако в то же время стали развиваться другие формы туризма. В частности, на территории Калязинского района популярностью начали пользоваться глэмпинги. Это размещение путешественников в палаточном лагере, но со всеми благами цивилизации. В то же время, каждая палаточка находится на расстоянии друг от друга. Очень хорошо всегда организовано пространство внутри глэмпинга. То есть там такое атмосферное место. И те, кто этим занимаются, они должны понимать, что нужно создать вот эту атмосферу тишины и спокойствия. Чтобы поддержать туристический бизнес в условиях пандемии коронавируса, правительством Тверской области было разработан ряд мер для поддержки отельеров. У нас была субсидия отельному бизнесу. Отдельная субсидия была туроператором. Мы увеличили средства на меру поддержки по путешествиям школьников. Добавили новую категорию лиц с граничными возможностями. Таким образом, у нас отрасль достаточно плавно прошла этот период, достаточно тяжелый для туризма. А сами участники форума планировали не только рассказать о потенциале делового туризма в Верхней Волжи, но и поделиться о предстоящих событиях, которые будут проходить на территории их гостиниц, а также получить новые контакты и связи. Мы проводим фам-трипы, это так называемые мероприятия, инспекционные туры. Поэтому в конце января, с 29 по 31 января, мы как раз проводим фам-трипы для корпорантов, для майс-агентств. То есть мы ждем новые контакты. По мнению губернатора Игоря Рудени, такие мероприятия способствуют расширению туристических возможностей Тверской области, где туризм определен одним из основных направлений экономики малого и среднего бизнеса. Во время работы площадок на территории комплекса гости форума познакомились с туристическими возможностями Верхней Волжи и совместно с федеральными экспертами обсудили тенденции развития делового туризма. Безусловно, это турпоток дополнительный, проведение деловых мероприятий само по себе генерирует турпоток, плюс, безусловно, позиционирование региона как региона интересного для туризма, в том числе для делового туризма. Ну и, естественно, имиджевая составляющая, имидж региона, как региона, способного принимать деловые мероприятия с самого высокого уровня. Как рассказывают организаторы форума, Верхней Волжи один из ближайших культурно-деловых центров, расположенных между Москвой и Санкт-Петербургом. В регионе имеется развитая инфраструктура для проведения деловых мероприятий. Действует более 260 гостиниц и загородных отелей. Поэтому в будущем организаторы форума надеются, что мероприятие станет регулярным и до старта развитию делового туризма в Тверской области. Большой тренд сейчас на проведение обучающих и корпоративных мероприятий на территории регионов, не в столице нашей Родины. Поэтому мы надеемся, что это мероприятие станет ежегодным, и оно будет проходить в Тверской области каждый год, для того, чтобы максимальное взаимодействие заказчиков корпоративных мероприятий и наших ательеров и туроператоров поддерживалось постоянно. По мнению экспертов, у Верхней Волжи есть все шансы стать одним из ведущих центров делового туризма. Специалисты отметили такие преимущества региона, как транспортная доступность, развитая инфраструктура и динамично развивающаяся деловая среда.